Больше 120 тысяч учеников готовится принять школы Красноярска в новом учебном году. Из-за пандемии обучение уже не будет прежним, и школьникам придется ознакомиться и привыкнуть к изменениям. Как теперь организуют занятия, узнавал Антон Тишаков. В новом учебном году особое внимание будет уделено эпидемиологическим мерам безопасности. Теперь учеников будут встречать на входе и проверять не только сменку, как это было раньше, но еще и температуру. Специально для этого все красноярские школы уже закупили термометры, обеззараживающие лампы и уже привычные дезинфицирующие средства для обработки рук и помещений. Изменения коснулись расписания. Если младшие классы будут ходить в школу как обычно, то старших часть недели будет проходить в удаленном формате. Предусмотрено обучение в две смены, плюс ступенчатое расписание. Ступенчатое расписание предполагает приход детей, приход классов в разное время. Тем самым мы минимизируем контакты обучающихся друг с другом, в том числе при утренней термометрии и приема пищи. Дети в масках сидеть не будут, учителя работают в масках. За каждым классом закреплен свой кабинет. Время проветривания кабинетов также установлено. Теперь в школах не будет привычных звонков. У каждого класса будет индивидуальное время занятий и перемен. Длительность уроков не изменилась, это все те же 40 минут. Поход в столовую больше не будет коллективным, каждый класс будет посещать ее в определенное время. Особое внимание уделят соблюдению социальной дистанции. Учеников будут рассаживать в шахматном порядке. Без исключения все разделяют, что мы должны выйти на то, чтобы с 1 сентября выстраивать нормальную технологию обучения. Потому что просто-напросто и морально уже, и родители, да и учителя на самом деле. Это тоже очень непростой процесс. Все-таки живые средства обучения должны у нас присутствовать. Всего в Красноярске 110 школ, которые заработают в новом учебном году. Сейчас все они проводят подготовку и 1 сентября, как обычно, откроют двери для учеников. Антон Тишаков, Владимир Фетисов, 7 канал.